Я являюсь руководителем проекта Центра Благосферы. Хотелось бы узнать, кто из вас впервые у нас. Ну, у вас больше, чем тех, кто уже бывал. Хорошо, я вам немножечко расскажу, что такое Благосфера. Это Центр развития благотворительности и социальной активности в городе Москва. Наша основная задача в том, чтобы людей привлекать к социальной активности, к благотворительности, рассказывать о том, что благотворительность — это не всегда про деньги, и чаще всего не про деньги, а скорее про человеческий ресурс. И у нас достаточно много на площадке сервисов, которые созданы для горожан, которые созданы в том числе для НКО, чтобы было всем удобно, здорово, и чтобы всем могли делать этот мир лучше. И я не буду вдаваться в подробности. Если вам будет интересно, вы сможете посмотреть у нас на сайте, но у нас есть такие пункты, как букросинг, это обмен книгами международный проект абсолютно бесплатно, вы можете приносить свои книги и брать те, которые вам понравились. Есть благотворительный магазин «Черрити-шоп», это наши друзья, с которыми мы давно дружим и сотрудничаем, поэтому можете заглянуть к ним, узнать, что это такое и как они работают. Также у нас проходят книжные клубы, киноклубы. Это мы чаще всего показываем социальное кино, рассуждаем на какие-то острые социальные темы, проблемы, привлекаем экспертную точку зрения, и чаще всего на таких клубах присутствуют режиссеры, авторы книг. Это довольно интересно, поэтому если будет желание, можете обязательно к нам приходить. Собственно, у нас довольно много проектов, у нас есть свои внутренние и есть партнерские проекты, вот, например, как с теплицей. Мы тоже давно дружим, и эта дружба довольно успешно проходит, поэтому сегодня вы узнаете, как это. Я надеюсь, ваше событие пойдет максимально здорово, и вынесете много пользы для себя. Мы со своей стороны всегда вас ждем в гостях. Желаю вам отличного вечера и передаю слово коллеге. Я со своей стороны представлюсь. Меня зовут Маша Грюсенок, я представляю проект «Петлитель социальных технологий», и мы работаем с некоммерческими организациями, с гражданскими инициативами, и всячески стараемся объяснить технологии, какие-то сложные вещи, доступны простым языком, чтобы организации могли использовать их. В частности, мы создаем сайты-конструкторы на WordPress, и мы помогаем со сбором пожертвований, если вы собираете деньги и собираетесь фантазить на своем инициативу. И у нас, помимо отдела разработки сайта, теплицы, где постоянно обновляются видеоуроки, публикаются статьи, грановости в гражданском секторе, мы также проводим такие мероприятия. Мы проводим два раза в месяц, и я бы сказала, что тематика в большей степени она заточена под некоммерческой организацией технологии, и сегодняшняя тема, она прям вот такая, знаете, пограничная, потому что мы редко прям заплагиваем напрямую экологию. Мы делали, например, митап с ребятами с проекта «Бэйс Москл», которые изучают, например, качество воздуха, и у них там картографический серьезный проект. Мы делали митапы с ребятами, которые анализируют космические снимки и анализируют покрытие, последствия после пожаров, например. Такие вещи мы тоже делаем, то есть больше заточены под какие-то технологии, как картографию. Но тем не менее мы очень дружим с «Гринпис», и в связи с таким очень жарким летом и с тем, что происходило в Сибири, мы решили, что этот месяц мы в целом посвящаем экологическим событиям, и я очень рада была пригласить Елену Козловских, эколога и сотрудница отделения «Гринпис», чтобы она сделала такую в большей степени популяризаторскую лекцию про то, что же сегодня происходит в таком тренде экологии. Будем рада передать. Микрофон работает? Да. Ага. Меня зовут Елен Козловски, я работаю в секунд directions главных изменений отходов, я занимаюсь динам başka сопровождение, публичной коммуникацией. И сегодня я буду говорить больше не про работу организации, а про личный опыт, и что можно сделать каждый из вас, чтобы сократить количество мусора в вашей жизни, и, собственно, спасти и планету. И лепить я обычно начинаю с того, что показываю, вот смотрите, этот мусор, это все неперерабатываемое, что я развела за последние два года. То есть у меня нет одного мусорного ведра, я не выкидываю мусор на улице, в углу, да, то есть все, что невозможно переработать, рекомпостировать, я складываю в эту баночку. Здесь чуть больше килограмма, в основном это не перерабатывает на пластик. И сегодня я расскажу о том, что может сделать каждый, чтобы сократить количество своего мусора и может быть тоже прийти к такому объему. Хотя ноль отходов это не полный ноль, да, это баночка, это просто пример. И способ зацепить внимание, вы говорите о мусоре, об экологии, о пластике, ноль отходов это настолько мало, насколько возможно. И каждый год россияне, мы с вами все вместе, производим 70 миллионов тонн водового мусора. И на человека приходится около 500 килограммов. Это где-то в тысячу раз больше, чем вот в этой баночке. И эти цифры сложно представить, я понимаю, пробую визуализировать. Если вот прямо вот здесь мы построим башню метр на метр. И будем сюда свозить весь мусор, который россияне выбрасывают в баки, да, которые каждое утро выходят из дома и пакет с мусором отправляют в бак, то башня за год вырастет до луны. Мы выбрасываем действительно очень много мусора. И эти кадры сделаны в России в этом году. Это архипеллок Новая земля в Архангельской области, где там настоящий мусорный беспредел творится. И в том числе медведи, они приходят поесть на свалку, потому что там доступная еда. И можно попытаться посчитать количество одноразового пластика на этой картинке и там сблиться, наверное, на четвертом десятке. Это ситуация на Новаях. Это не обитаемый остров. Здесь не живут люди, они не выбрасывают мусор. Это мусор, который течением и волнами океан выбрасывает на берег. Но в России ситуация не лучше. Вот эта фотография сделана в прошлом месяце в Подмосковье, там, за Амхадом, буквально в трех километрах. Для меня это, как бы, прям такой типичный российский пейзаж. Березки, вода на заднем фоне и мусор, который оставили после себя люди. К сожалению, мы все вместе выбрасываем очень много мусора. И на планете, ну, пластик появился где-то в 60-х годах прошлого века. И на планете за это время скопилось 8,3 миллиарда тонн пластика. Если мы считаем, что на планете живет 1 миллиард человек, и мы разделим 8 миллиардов на... Ой, живет 7 миллиардов человек, то получается, что на каждого жителя Земли, на каждого из нас приходится свои персональные тонны пластика, которые, скорее всего, плавают где-то в океане. И по статистике, из произведенного пластика, да, из 8,3 миллиарда тонн, только 9% пластика попало на переработку. Ну, это достаточно низкие цифры. Ну, то есть этот пластик был возвращен в оборот, его используют снова. А весь остальной пластик где-то лежит. И можно представить, что те пластик полиэтиленового пакета, в которые наши дедушки складывали колбасу, скорее всего, до сих пор где-то существуют. Ну, и моя история, она тоже началась с полиэтиленового пакета. Это было не 9 лет назад, а на даче. Мы жили там в Саратовской области. И вот в зон посадок мы высаживали перцы, комедоры, выкрытый грунт. И была компостная куча. Я разносила компост поломком, да, чтобы все лучше росло. Все это, что это компост, да. Это вот перегнившие, ботва, сорняки, удобрения. И вот я брала лопату, накладывала ведро, разносила. И среди компоста я нашла пластиковый пакет. Ну, и тогда для меня очень наглядно дошло, что ботва и сорняки, они становятся мусорами, они становятся удобрением, да, они исчезают, перегнивают. А пластик, он никуда не исчезает, и так лежит десятилетиями. И как-то пытаясь придумать описание этой фотографии, ну, мы устаем от трагического контента, и можно пошутить, что это тупик Великобритании, подобрал пластиковый пакет и несет его в урны для раздельного сбора. Но, конечно, это не совсем так. Это просто какой-то мусор, и птицы, и животные не умеют различать пластик и еду, поэтому чаще всего принимают его за пищу, погибают. И по статистике, которую дает ООН, около 1 миллиона морских птиц ежегодно становятся жертвами пластика, да, и также около 100 тысяч морских предпитающих. И если вы представите, что вы голодная медуза, да, и вы там где-то плаваете в океане, вы голодная черепаха, да, а в океане плавает пластиковый пакет, который там еще под действием течений, как-то колышется и кажется, что это медуза, то, скорее всего, вы его слушаете, да. И животные, мы люди, да, разумные, мы можем отличить пластик от не пластика, но животные этого не умеют делать, и поэтому чаще всего они становятся жертвами нашего видимого удобства. И там чаще всего мы видим зарубежный контент, там пляжи на Филиппинах, в Индонезии, да, вот на Гавайях, но эта фотография была сделана в России, на Камчатке в августе. В августе этого года нашим фотографам, мы верим подборным, это залежка севучей на Камчатке. Севучи – это огромные там морские львы, да, морские львопитающие, и если внимательно присмотреться, то одного из них такая удавка на шее. Это просто какой-то пластиковый мусор, предмет, который там, будучи бельком, он, скорее всего, поцепил, и не может от него избавиться, и, к сожалению, да, это грустная информация, но это животное умрет, оно не сможет подпустить себе человека, да, чтобы освободили, потому что какой-то взрослый, агрессивный особь, но оно будет расти еще больше, и, скорее всего, да, просто умрет от удушения. Я стараюсь как-то, если я выходные читаю лекцию, то такой контент не рассказывать, но так как сегодня будний день, да, то можно немножко ее погрустить, и действительно, как бы, нам кажется, что пластик он такой удобный, да, там, взять пакет, соломинку, но для дикой природы, да, для животных, к сожалению, он оборачивается настоящим кошмаром, смертью, да, вот я сказала про 1 миллион морских птиц, и тот пластик, который находит в них в желудке, да, по весу, если бы умножить на вес человека, то получилось бы, что у птиц, там, у человека лежит в желудке пластик весом 8-10 килограммов, да, то есть, к сожалению, это очень много, и я сказала, что в мире только 9% пластика отправилась на переработку, а в России сейчас только 5% мусора попадает на переработку, а 95% идет, скорее всего, на полигон или на свалку. И вот когда я рассказывала, что я нашла пластиковый пакет в компосте, конечно, я сразу же заинтересовалась темой, мы перестали брать пакеты в магазине, увлеклись раздельным сбором, я вернулась в Нижний Новгород, и у нас был проект, мы ходили по школам, рассказывали детям про раздельный сбор. В Нижнем собирались вести пилотный проект, да, и поставить баки для раздельного сбора в нескольких районах, чтобы люди выбрасывали там сортированный мусор в один бак, да, в желтый, например, а не сортированный в зеленый. И обычно я показывала эту фотографию, говорила, ребята, посмотрите, это же мусор, но почти все из этого может быть на переработку. Да, здесь есть и стекло, и картон, это тарпаки и жестяные банки. Но там в прошлом году, когда я посмотрела на эту фотографию, я поняла, что вообще-то от этих многих вещей можно отказаться. Да, и тогда у нас не будет болеть голова, а куда же их сдать на переработку. Потому что тогда в Нижнем со мной произошла достаточно такая грустная история. Я спрашиваю у детей, это был урок, говорю, ребята, а куда вы деваете батарейки? А вот одна девочка тянет руку и говорит, что ее бабушка с помощью батареек водится с кротами. Она кидает их в норку и там кроты исчезают. И я говорю, ну как? Вы же там капусту выращиваете, вы это все кушаете потом. Ну, на что девочка отвечает, что кроты же исчезают. Я обычно рассказываю эту историю тем, кто точно так делать не будет. Да, в вас я верю. И вообще, наверное, вы уже знаете, что есть аккумуляторы, которые заменяют одноразовые батарейки, и вы не отправите на свалку или на переработку сотни батарей, потому что у вас будут аккумуляторы. Ну, кстати, там где-то история с девочкой, она произошла лет 6 назад. А в прошлом году мне, наоборот, рассказывала знакомая, что у нее ребенок дошкольного возраста пришел к ней вечером и жалуется. Говорит, мама, я увидел, что дедушка батарейку выкинул в мусорное ведро. Я остановила его там и отчитала, что батарейки, наверное, выбрасывают там, раздельный сбор перерабатывают. Так что ситуация меняется, да? А потом оказалось, что я рассказывала детям о том, что в городе будет раздельный сбор, но его тогда не били. Я подумала, что, наверное, я ходила и обманывала детей. И ничего хорошего в этом нет. И вообще, как бы, раздельный сбор, не панацея. Он планету от мусора не спасает. Потому что, например, стекло, да, которое вот есть на этой иллюстрации, или металл, да, его можно перерабатывать бесконечно долго, без потери качества, много-много раз. Но с бумагой, с пластиком так не получится. Допустим, мы взяли тетрадку, сделали из нее газету. Из газеты мы сделали, не знаю, блокнот. Вот из блокнота мы сделали лоток для яиц, из него мы сделали туалетную бумагу. Но ее на переработку у вас уже не возьмет никто. Да? Но туалетную бумагу окей, ее можно попастировать, все в порядке. Можно ее смыть унитаз. Но вот с пластиком так не получится. И, к сожалению, с каждым циклом переработки качество сырья будет все хуже и хуже и хуже. Поэтому пластик – это материал, который обречен оказаться на свалке. И шесть лет назад я познакомилась с Бай Джонсом, с ее книгой «Zero Waste Home». Это активистка из штатов, российского происхождения. Это ее семья, а это баночка с мусором, которую они образуют в газах. Бай Джонсона сделала движение «Zero Waste» как бы всемирно популярным, заразила кучу людей. И в ее книге, которая называется «Дом без отходов», она недавно вышла на русском языке, она как раз рассказывает, что нужно делать, чтобы сокопить количество мусора. Это называется пирамида «Zero Waste» или «5R», потому что каждое слово «пирамида» начинается с английской буквы «R». И она подходит для одного человека, для меня, для семьи она подходит. Она подходит для целой корпорации. Например, канадская «Хонда» еще в 90-х годах, применив пирамиду «Дом без отходов», сократила количество мусора на 98% у себя на производстве. И город Сан-Франциско, который поставил цель ноль отходов к 2020 году, и уже по ситуации на прошлый год, они сократили количество мусора на 73%, на 83%. То есть 83% городского мусора они либо компостировали, возвращали в оборот, перерабатывали, но не отправляли на свалки. Итак, эта пирамида выглядит вот таким образом. Она именно последовательна и важна, где двигаться шаг за шагом. Первое место, можете сфотографировать, если потом в слайде пригодится, это «Refuse» или «Откажись». На втором месте «Reduce» сократия, «Reuse» повторно используй, «Recycle» переработай и «Род» компостируй. «Recycle» переработка стоит только на четвертом месте. Это хороший шаг, чтобы с него начинать, но плохо на нем останавливаться. Итак, первый шаг – это «Refuse» или «Отказ». Многие вещи, которые нам предлагают, на самом деле нам не нужны. И там типичная картина, когда бананы невозможно купить без пакета. Да, некоторые магазины официально упакуют. Есть, например, «Азбука вкуса», который утверждает, что банан может испачкаться держимой сумки. Поэтому нужно упаковать в пластиковый пакет. Хотя у банана есть своя естественная упаковка, которую создала природа. Поэтому самое важное, наверное, что нужно делать – это отказываться от личной пластиковой упаковки и просто не брать ее в магазине. И можно отказаться от любого одноразового пластика. Я на личном опыте могу сказать, что любые товары, кроме товаров медицинского назначения, они должны быть одноразовыми. Все остальное можно спокойно заменить на новоразовые вещи. Авоськи, камешочки, бутылка для воды, свой тамблер. У меня даже многоразовое средство виниены женской, многоразовые брюшные останки. То есть все-все-все вещи постепенно можно заменить на многоразовые, которые не нужно выбрасывать после однокрадного использования. Ведь там, по части бумажных стаканчиков, ведь дерево, они для того росло 50 лет, чтобы вы из него сделали одноразовую вещь, которую через 15 минут после использования отправят мусорное ведро. А вторая вещь, с которой можно отказаться – это любые халявные вещи. Потому что нам они кажутся бесплатными, но для природы ничего бесплатного не бывает. Сейчас я вас спрошу. Поднимите, пожалуйста, руку, те, кто помнит, когда в последний раз покупали себе стержень для ручки. Ни одного человека. Но у вас же есть с собой ручки? Вы часто пишете? Нет. Ну, отлично. Но в основном люди берут ручки на семинарах, на конференциях, думают, ой, бесплатная ручка, конечно, нужно взять. Но каждый раз, когда мы так делаем, мы попросту говорим, что выкачивайте больше нефти. Потому что если мы берем бесплатные ручки, их продолжают производить. Можно привести пример с флайерами. Вот стоит на улице промоутер, раздает флайеры. Мы думаем, нужно взять, нужно помочь человеку. И там работа у него не самая прекрасная. Мы берем этот флайер, он еще берет. И вам об этом думать, что расходится флайер, нужно больше печатать. И в итоге, если мы не прекращаем играть, их все больше и больше печатают. Поэтому от любых халявных и бесплатных печатей я рекомендую отказываться. Может быть, не думаю, что футболка подойдет дома ходить почти в пижаму. Наверняка у вас уже есть такая футболка. И еще одна вам попросту не нужна. И третий важный пункт – это переупаковка. Сейчас на полке магазина можно встретить печенье, которое лежит на пластиковой подложке. Сверху запакованное пластиковой пленкой. Все это лежит в картонной коробке, в которой там еще одной пленкой оттянутой. Сверху наклеена этикетка. Но там мы видим пять раз на своей упаковке. Хотя это печенье, я не знаю, это не отработанное, ядерное топливо, которое нужно старательно хранить. Поэтому такие вещи просто брать не надо. А если мы видим на полке помидоры, которые лежат на подложке, обтянутой пленкой, то вы просто не берите, возьмите помидоры на развес, там свой камешочек или пакет. От любых переупакованных вещей нужно стараться отказываться. И по возможности заменить одноразовые вещи на вещи многоразового применения. Конечно, их там много разных. И вам сейчас может быть кажется, что это трещут, и там большие перемены в жизни. Но можно начать уже сегодня с того, чтобы перестать брать пакеты в магазине, завести себе эко-сумку. Или может она у вас уже есть? У кого есть эко-сумка? А Воська? Ну, прекрасно. Почти у всех. Можно использовать свой рюкзак. То есть эко-сумка – это любая сумка, которая заменяет пластиковые пакеты. И с сегодняшнего, завтрашнего дня вы просто говорите на кассе. Нет, спасибо, пакет не нужен. И все. А если вы приходите в магазин и вы забыли свою волоску, но купите только то, что можно навести в руках. Я вам обещаю, что голодным обычно никто не остается. Все равно можно что-то купить. Вторая вещь – это бутылка для воды. Можно завести многоразовую бутылку и перестать покупать воду в бутылках. Потому что, во-первых, мы покупаем не воду в бутылках, мы покупаем пластик. И 90% стоимости бутылки – это обычная стоимость ее упаковки. Там вода может быть не самого лучшего качества, просто обычная техническая. И, конечно, пластиковая бутылка – это материал, который легко сдать на переработку. Там его охотнее всего принимают. Но мы уже с вами обсуждали, что переработка не решает проблему. Например, из пластиковых бутылок сделают лесовую кофту, а из лесовой кофты уже мы ничего, к сожалению, не сделаем, их на переработку не берут. И третья важная вещь, которую можно сделать уже сегодня – это завести список покупок и ходить в магазин со списком покупок. Потому что сейчас магазины так устроены, маркетологи очень стараются, чтобы пройдя до хлеба, мы набрали полную корзинку продуктов. Часто такое бывает, что я забыла соль. Когда у меня есть список покупок, я пришла в магазин, купила все и забыла соль. Завтра я снова иду за солью. И пока я иду за солью, я вижу, что ух ты, кефир два по цене одного, а вот это возьму, а вот это возьму. И в итоге я прихожу на кассу с корзинкой еды, которая мне кажется, что мне нужна. На самом деле без нее можно было бы обойтись. То есть список покупок – это экономия денег в первую очередь. Да, вы не выбрасываете ничего лишнего. Часто оказывается, там вы натяну. Кефир, наверное, нужно пить, он полезный. О, вижу два кефира по цене одного, возьму, да. А потом оказывается, что вы не очень любите кефир. Он стоит в холодильнике, протисает, и в итоге две банки, две пачки отправляются в мусорное ведро, хотя на влагу не отправится ни одна, если вы попросту ее не купили. Поэтому список покупок – это очень важная вещь. Всем рекомендую его везти. И это вот пример, как можно сказать, магазин, да, то, что-то можно пить просто без упаковки, а остальное положите в свои мешочки. Это вот овощи, а это чай, крупы и печенье. Да, кассиры реагируют очень положительно обычно. Иногда они могут что-то спросить, что это, где вы его взяли. На это я объясняю, что это мои мешочки, я принесла их с собой, я берегу природу, поэтому стараюсь использовать меньше пластика. Обычно они отвечают, молодец, всем так делаем. Да, и, как бы, если никогда этого не делали, не бойтесь, потому что кассиры действительно реагируют положительно. Или никак не реагируют, потому что они слишком устали и заняты своими делами. Но понятно, что вот сегодня с этим мы отказаться не можем, да, нам нужно что-то кушать, во что-то одеваться, поэтому там, где мы не можем, да, отказаться от вещи, от вещей от упаковки действуют. Второе правило, оно называется reduce или сократи. Можно сократить количество или упаковку. И здесь мой любимый сладик с мороженым, который я больше не ел, но часто мороженое продается в пластике, но можно купить и без пластика, да. Например, когда я ела мороженое, я тебе сказала, я буду покупать мороженое только без упаковки. Оно может стоить дороже, оно может продаваться не везде, но мороженое – это не самый полезный продукт, и от того, что я его стала ездить чуть меньше, ничего страшного не случилось. Но при этом я не отказалась от мороженого, не совсем. Пример, связанный с упаковкой, может быть, если вы стираете стиральный порошок, купите пачку 6 килограммов, семейную упаковку, вместо того, чтобы покупать 12 пачек по полкило. Таким образом, вы и деньги сэкономите, и количество упаковки пластикового мусора будет в 12 раз меньше. Третий принцип – это мы используем вещи повторно, используем вещи много раз. Мы заменяем одноразовые вещи на многоразовые. Вот это моя бутылка для воды, обычная алюминиевая, очень легкая. У меня есть свой тамбер. Сюда можно наливать горячие или холодные напитки в свою тару. И это мешочки. Ну, такие-то обычные сетчатые мешочки. В них можно покупать овощи, фрукты, любую сыпучку или хлеб. Мы постепенно заменяем одноразовые вещи на многоразовые. Также принцип повторного использования означает, что мы покупаем поддерживаемые. Это, как сказали уже девушки, здесь есть прекрасный магазин «Чай и пешок», где продается хорошая одежда, высокого качества, уже поддержанная. Можно ходить на скопы, на благотворительные распродажи, на барахолки. И чаще одежда из секонд-хенда или «Чай и пешок» может даже быть качественнее, чем та, что продается в масс-маркете. Ну, потому что она, во-первых, прошла уже хотя бы одну спирку, и мы знаем, как вещь себя поведет. Плюс можно найти что-то оригинальное, интересное и там, хорошо сэкономить. Это тоже пример повторного использования, какой есть креативный. Это чайки пассовые, из которых я приду периодические корзинки. Есть такая техника, называется применение из газетных трубочек, мы уже слышали. Да, я просто как бы чайки сначала скучиваю в трубочке, и потом как из лозы делаю из них какие-то изделия, и окрашиваю акриловой краской. Ну, ясно, что все так, наверное, делать не могут, но это хороший пример повторного использования, потому что, к сожалению, чайки нельзя перерабатывать, а если в этой банке их нет, то они, да, они вот здесь оказываются. И когда вам что-то нужно купить в упаковке, вы себя спросите, а могу ли я эту упаковку в этом минимум три раза использовать? И если ответ будет нет, то, возможно, надо поискать товары в другую упаковку. Потому что сейчас, к счастью, есть магазины без упаковки, где можно покупать любые сыпучие продукты на взвес, овощи, фрукты, на рынке можно покупать молочные продукты свою, так даже мясо мои коллеги покупают, да, и в принципе все приходит без упаковки. Когда, не знаю, у меня есть коллеги на работе, которые, может быть, даже более радикальные, чем я, они, например, еду носят в майонезных ведрах, то есть как-то майонезное ведро там, они использовали, и они, не знаю, уже несколько лет еду на работу носят вот в этих майонезных ведрах подкормных используют. Ясно, что там тоже мы что-то используем повторно, но и вещи приходят не в отыск, мы сдаем на переработку, да, это принцип ресайкл, но важно не только сдавать вещи на переработку, но и покупать вещи, сделанные из переработных материалов. Вы можете привести примеры, что в обычном магазине можно купить из переработки. Туалетную бумагу, да. Ну вот эти яйца в лотках, вот эти яйца в лотках, да, даже вот, да, вот. Да, то есть чаще всего это какая-то бумажная продукция, но есть косметические бренды, которые продают косметику банков, сделанных из переработного пластика, например, да, и что касается туалетной бумаги, очень важно смотреть на состав и покупать туалетную бумагу, сделанную из вторичной террелозы. К сожалению, в нашей стране до сих пор рубят дикие леса, чтобы делать из них туалетную бумагу и смывать ее в унитазку. И там за год россияне смывают лес размером с Москвой. Достаточно много, и не все знают почему-то, что туалетная бумага делается, там, из перелички, из переработки, поэтому, если вы смотрите на состав, вы должны смотреть, покупайте то, что написано, вторичное волокно, вторичная террелоза и вторсырье. Это очень важно. Да, важно покупать вещи, сделанные из переработанных материалов, и Greenpeace поддерживает работу карты Recycleback, наверное, позже будет этот слайд, это карта пунктов приема вторсырье, вот в этой версии, если вы на нее заходите, у вас автоматически определяется геопозиция и показывает те, как-то они для раздельного сбора и те возможности издать вторсырье, которые у вас есть. И можно выбрать по фракциям, там, пластик, стекло, бумагу, металл, одежду. Эта карта работает в 70 городах России, ее делают наши волонтеры, ребята поддерживают ее работу, возможно, там какие-то неточности, потому что иногда пункты закрываются, меняют перечень вторсырья, которые не принимают, или что-то еще. Если вы заметили, что какие-то неточности или наоборот пункт есть на карте, а на самом деле нет, вы смело оставляйте комментарии, модераторы проверяют, прям ногами идут и проверяют, как этот пункт работает и потом вносят определенные коррективы. Вы также можете стать волонтером Харта Ресайкл Мэн и проверять действующие пункты или вносить новые. Я стараюсь много не говорить про сортировку вторсырья, потому что это не панацея, но если вы сортируете вторсырье, то очень важно его мыть, сплющивать и сминать, потому что как бы мы бросаем в бакет для раздельного сбора и на этом наши отношения с мусором заканчиваются. Но потом какие-то люди живые, своими руками его сортируют, перерабатывают. Это очень важно, чтобы он был чистый, но и не пах. Когда я работала в Нижнем Новгороде, вот мы раз в год проводили акции по приему вторсырье в население, раз в год, но людей это не останавливало и нам вторсырье подкладывали под дверь. К сожалению. И какой-то вечер я просто разбирала вторсырье, там сортировала его бутылки, пакеты, картон. И вот, вы знаете, активия, который срок годности прошел полгода назад, пахла клубникой и ананасом. Вот. А Ряженка Воротынская, да, Воротынец это город Международской области, она нам потом гоняла на весь офис. Вот. Ну, то есть, пожалуйста, мойте, сортируйте вторсырье. Не знаю, там, раньше, когда я жила в Кирове, я вообще туда родом, и мы делали вятку без мусора. Тоже нам люди приносили вторсырье, мы потом возили из заготовителя, он сам приезжал вот однажды, и мы почему-то не сортировали и бумагу, и картон. То есть, мы все скидывали просто вместе и нас сюда забирали. А потом получилось, что они не смогли приехать, мы на ней машину, и я повезла, все сама, и вот, значит, мы приезжаем, выгружаем, и это суббота, 2-30 дня, а у них рабочий день до 5. Они уже такие планы на вечер строят. И вот эти мужчины видят 300 килограммов несортированной макулатуры. И в начале мелкие какие-то штучки, там, походку из печенья, например, им начальник говорит, ну, сортируйте. И вы знаете, вот столько боли я в глазах мужчин никогда не видела. Мы даже не поняли, что вечер не похоронен, все, они теперь будут до рассвета, это вторстерье сортировать. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу, относитесь ответственно, потому что вы сдаете на переработку, потому что потом другие люди все это руками, скорее всего, будут перебирать. очень важно сплющивать вторстерье, да, как вы думаете, почему? Как важно. Да, чтобы мусоровоз не возил воздух, да, чем сильнее сплющим, тем больше вторстерье поместится в баке. Но переработка-переработка я часто сравниваю с аспирином, который лечит похмелье и перепотребление. Ну, там ты думаешь, ну, вот я это могу купить, и это куплю, и это куплю, потому что потом все равно все можно сдать на переработку. Да, но, к сожалению, только 2% пластика в России перерабатывается эффективно. Что значит эффективно? У нас в Подмосковье есть завод Плаус в Солнечногорском районе. Он единственный в России из пластиковых бутылок делает новые пластиковые бутылки. И они подтверждают, что это можно делать бесконечно. То есть бутылка превращается в бутылку. Это 2%. Остальной пластик, если из бутылки сделали полимер песчаную плитку, ее потом невозможно переработать. Если из бутылки сделали прессовую кофту, ее тоже не возьмут на переработку. Поэтому, к сожалению, если вы молодец и вы свои пластиковые бутылки сдали на переработку, их шансы как бы на реинкарнацию в следующей жизни равны только 0%. Ну, к сожалению, да, поэтому просто зарегите бутылку для воды и не покупайте воду в бутылках. И этот слайд, мне кажется, понимает только москвичи. Ну, то есть мы можем сделать из пластиковых бутылок полимер-песчаную плитку, распространенную или там делают какую-нибудь черепицу, но, к сожалению, там в Москве плитку меняют очень часто, да, и, к сожалению, этот материал все равно поет на свалку и там уже потом ничего с ним не сделают. Поэтому для настоящих экоактивистов по части второсырья отходов Zero Waste обозначает Zero Recycling. То есть чем меньше мы перерабатываем, тем лучше. Нужно стремиться к тому, чтобы мы просто не покупали эту упаковку, тем более в Москве такие возможности есть. Если мы сдаем второсырья переработку, мы отказались от лишнего, используем вещи повторно, то, как правило, в мусорном бедре остаются только пищевые отходы, ну и там немножко неперерабатываем пластика. Я их компостирую. Это вот мой домашний верми-компостер, черви. Их не видно, потому что естественно в условиях они живут в толщи деревьей. Я им складываю все органические отходы, которые у меня образуются пищевые. Там чайную заварку, корки от арбузов, вот сейчас какую-нибудь картофельную кожуру. Они это все кушают и производят биогумус. Черви, ребята, самозанятые, им не нужен ежедневный уход. Я могу спокойно загрузить компостер едой, накрыть его крышкой, обычно закрыть тряпочкой, потому что они живут в темноте, они живут в подстилке лесной, например. И уехать на две недели в отпуск, и я точно знаю, что они никуда не выползут, там тепло, хорошо, и есть чем заняться. Компостер не пахнет, он стоит у меня зимой просто под столом в комнате, я снимаю комнату в трехкомнатной квартире, а летом он стоит на балконе, не пахнет, никто даже на него не обращает внимания. Это вот редакция Фиши Дэйли, и мы дружим, и ребята, вдохновившись моим примером, тоже завели себе вермикомпостер, он стоит у них с января в редакции, и вся редакция подкармливает его там чайной залакой, банановой кожурой, и все прекрасно себя чувствуют, и вот как-то мы переписывались с Дарей, я там спрашивала, что у вас как, и она мне отвечала из серии «Я так люблю наших новых скользких друзей», они хотели провести эксперимент, да, у них Open Space, у них Акиши Дэйли и другие какие-то коммерческие конторы там сидят, они думали, что реакция будет у окружающих на такое отторжение, чтобы червей на вопис подсадили, но все отнеслись с изобрением, там ребята даже несколько расстроились тогда, все просили познакомить с червейками, рассказать, ну, то есть, как бы, эпатажа не произошло, но компостер стоит до сих пор, все прекрасно, и даже вот Егор, который в сером свитере, он тогда летом писал описание вакансий, что требуется там новостной редактор, вакишу Дейли, он оказал там уютную офис в центре Москвы, что-то еще, что-то еще, а еще у нас есть термиферма, то есть, ребята, этим мы реально стали гордиться, ну, ясно, что черви, хотя, не знаю, черви это идеальное решение, потому что у вас на глазах происходит чудо природы, вот у вас был мусор, а стало ценное удобрение, на которое можно потом подложить в цветочный горшок, или отвезти в сад, или даже просто высыпать на газон, ну, потому что любая земля нуждается в одобрении, но я понимаю, что некоторых там холодный пот прибегает по спине от мысли, что дома появятся компостные черви, поэтому для Москвы подходит вот такое решение, оно называется диспозор, это такая дровилка под раковиной, но ее можно кидать в любые органические отходы, например, эти черви я только растительную пищу, ну, потому что в родине тоже какие-то растения, то есть, сюда можно кидать и куриные косточки, и рыбьи косточки, все это перемалывается, с такой смузи, отправляется в канализацию и на очистные сооружения в жизнь делал биогаз, то есть, в Москве у нас очистные сооружения оборудованы системой, с инкантентами, поэтому вы смело можете ставить себе диспозор, во-первых, вы забудете о запахе мусорного ведра, потому что в основном пахнет в ведре органика, да, она течет, она воняет, а если вы отправляете ее в канализацию, то вообще вы можете выносить мусор один раз в неделю, потому что он будет сухой и легкий, поэтому диспозор именно для Москвы подходит, для других регионов нет, к сожалению, потому что в канализации эти иловые осадки снова отфильтруют, высушат и отправят на свалку или, например, сожгут, но компостер подходит всем. И, да, вот эта система 5Р, которая работает, да, и когда я начинала там свою деятельность 10 лет назад, ну, про мусор говорили, да, ну, все, что я слышала, что не бросайте мусор на газон, бросайте мусор в вуру, да, но сейчас ситуация изменилась и уже появились магазины, откуда, в принципе, невозможно принести мусор. Это первый магазин без упаковки в России, он находится, я не знаю где, первый магазин без упаковки появился в Бийске, в Алтайском крае. Да, и он до сих пор работает, то есть здесь все продается на развес, свою тару, а это вот магазин в Москве, сначала они открылись на Микинина, Микро Микинина, и недавно они перейдут на Микининскую, это как раз Блэй Джонсон, она приезжала в Москву, и так совпало на открытие, а на заднем помню стоит Лариса, которая когда-то посмотрела на Ютубе выступление Блэй Джонсон на Тэзи, впечатлилась, и открыла магазин без упаковки. Сейчас такие магазины есть, ситуация меняется, и если вы захотите, вы в принципе уже все можете покупать с металу и не брать мусор. И так как у нас лекция проходит при поддержке теплиц, мне портить рассказать, а какие диджитовые инструменты, приложения, сервисы помогают нам потреблять меньше, потреблять бережнее. И первое, что я хочу сказать, да, это гаджеты. Пользуйтесь теми гаджетами, которые у вас уже есть, читайте электронные книги и покупайте подписку на библиотеки. Это дешевле, и у вас в одном смартфоне или там в планшете может быть тысячи книг, да, таким образом вы сокращаете расход ресурсов и не выбрасываете эти книги и не заедете их на переработку. Поэтому часто как бы мы слышим споры на какие-то экологичные, бумажные или электронные, потому что у электронного девайса за спиной там огромный килограмм мусора. Например, чтобы произвести один ноутбук, надо ресурсов потратить так, что их выбросят одну тонну 200 килограмм. То есть мы этот мусор не видим, потому что он там где-то на производстве остается, но он есть. Поэтому если прям вот сравнивать какая-то экологичная, к сожалению, бумажная получается по-кологичнее. Но это вопрос, если какую книгу покупать. Но ведь у вас уже есть те девайсы, с которых можно читать электронные книги. Поэтому пользуйтесь ими и читайте. Да, вторая важная вещь это покупать поддержанные вещи. В принципе, я все свои покупки, если что-то нужно, я сначала ищу на юле или на авито. Это получается дешевле, и таким образом мы продлеваем полезную жизнь вещам. Не знаю, в прошлом году купила себе туристический рюкзак, а там многое стоило 3 тысячи, я взяла поддержанную, и за две в прекрасном состоянии. Мне еще подарили там чехол от дождя придачу. Поэтому вела, авито, из рук руки, другие приложения, там можно найти качественные вещи, они дешевле, и может быть где-то недалеко даже от вас. Да, вторая вещь это карта заведений, где наливают свою тару, это My Cup Please и Refill. My Cup Please он специализируется в основном на горячих выпитках, на смузи. Это карта работы в многих городах России, все началось с Петербургом сейчас есть и в Нижнем Новгороде, и в Москве, и в Архангельске. Чаще всего там не только наливают свою тару, как жлюбно к этому относятся, но и даже делают скидку. И недавно было анонсировано, что еще в My Cup Please появится заведение, которое могут положить еду в свой контейнер и тоже сделают за эту скидку. А Refill это карта, где наливают питьевую воду. То есть это заведение, обычно они клеят наклеечку на входную дверь, Refill, какая голубая в форме капельки. Это заведение, где вам гарантированно нальют, то есть вы можете попросить вам не откажут, воду, свою тару, и таким образом вам не нужно будет покупать питьевую воду в бутылках. То есть запомните My Cup Please и Refill. Карта приемов Торс Ильяо и Ресайкл Мэп. Если присмотреться, то увидите, что это в район, где мы сейчас находимся. Тут есть и прием текстиля, и батареек, и пластика, и макулатуры и всего на свете. Это вы можете найти пункт приема, который близко к вам или к работе, например. Приложение, которым я постоянно пользуюсь велобайк, это аренда велосипеда. Сейчас не нужно покупать велосипед, у меня не болит голова, где я его ставлю, куда я его прицеплю, они продут ли его, я просто там доезжаю до нужной точки, сдаю его и спокойно иду по своим делам. Это реально помогает экономить деньги и время, но я не пользуюсь практически общественным транспортом. Я либо на велосипеде, либо на самокате езжу. Дальше проводятся различные слоп-печеринки, обмены одежды. В основном я ищу такие мероприятия в Фейсбуке, можно найти раздел мероприятия. И вот ребята, которые называются Гоп-слоп, в основном это девушки, они устраивают слоп-печеринки разного формата, это могут быть обмены цветами, книгами, какой-то электроникой, спортивной одеждой, обычной одеждой, не знаю, приспособлениями для творчества и для рукоделия. На них можно подписаться и участвовать в сот-печеринках. То есть это вечеринки, куда вы приносите то, что вам не нужно, но может подойти кому-то другому, да, и можете то же самое забрать вещи, которые кому-то не нужны, но вы их еще поносите. И, наверное, самый важный инструмент это инстаграм и личный пример. И вот там с экрана на вас смотрит Катя, которая держит эти мешочки. Это моя подруга из Воронежа, она вообще придумала слово «это мешочки», если так можно сказать, сделала популярным. Она сделала сообщество «Мастерить», оно называется «Эко-мешочки», это было глупо ВКонтакте, она и сейчас есть. Там мастерите из разных городов, которые вам сошьют эти мешочки. То есть можно было найти в своем городе, заказать, и девчонки их сошьют, и недорого, и это точно как бы труд, за который они получат справедливую оплату, потому что, не знаю, если сейчас заказывать все эти мешочки на Алиэкспрессе или на Вальдберрис, они вам их привезут запакованное в полиэтилен. То есть какой смысл теряется? Вот Катя, она сформировала сообщество и как бы первая стала продвигать в массы вот такие эти мешочки. И когда Катя была у меня в гостях, она подарила моей маме эту сумку, и с тех пор моя мама перестала брать пакеты. Эта сумка была красива, мама до сих пор пользуется. Да, это вторая она в магазине без упаковки. И если вы сейчас в Инстаграме забьете хэштег ноль отходов или zero waste, вы просто увидите тысячу историй о том, как люди сокращают свое употребление и стараются выбрасывать меньше мусора. Потому что, ну как бы, я верю, что посвящение возможно только словом и личным примером. Да, то есть, сколько бы вы там не убеждали, не говорили о чем-то, какие-то, не знаю, банальные фразы не произносили. Так, когда я говорю, что вот здравствуйте, я Ирина, и это весь мой мусор, ну, люди мне верят. Поэтому, пожалуйста, рассказывайте ваши истории, вашим друзьям, подписчикам, знакомым. И это тоже будет их мотивировать на перемены к лучшему. И на сайте Гринпис мы собираем истории таких людей. У нас был цикл, который назывался ничего лишнего. Мы рассказывали о женщинах, о девушках, которые меняют мир, которые пытаются развивать экологичный бизнес. И вот на иллюстрации это Аля Вишнякова. История с ней прям бомбанула. Аля запустила бизнес, который называется Norma Pets и ищет многоразовые прокладки. Ну, это вообще как бы, мы часто говорим про пакеты, про что-то еще. Нам кажется, это приемлемо, но прокладки тоже содержит пластик. Может быть, не все об этом знают. И вообще, одна прокладка может содержать в эквиваленте до 4-х пластиковых пакетов. Поэтому получается так, что те, у кого менструация, просто носят пакет между ногами.